В Сингапуре подтверждён 41 случай заражения лихорадкой Зика. Передача вируса происходила внутри страны. Среди заболевших большинство мигранты, приехавшие на работу на стройке. Власти страны объявили, что число заболевших, вероятнее всего, будет расти. Почти все, у кого была подтверждена Зика, уже выздоровели. В больнице остаётся 7 человек. Первый случай заражения вирусом на территории Сингапура был подтверждён в субботу. Заболела 47-летняя малазийка, живущая на юго-востоке страны. Власти направили более 200 работников для расчистки дренажных труб и распыления инсектицидов. В основном работа ведётся в одном из жилых районов, в котором наблюдается активное размножение комаров. Кроме того, все больницы Сингапура находятся в режиме повышенной готовности. При выявлении Зика они должны немедленно докладывать об этом Министерству здравоохранения. Местные жители говорят, что переживают. «Я боюсь, потому что слышала, каким опасным может быть вирус Зика для девушек, точнее женщин, беременных. Я боюсь, что могут пострадать мои родственники или, например, моя мама, если она решит родить ещё одного ребёнка». «Это тревожная ситуация. Вирус появился из ниоткуда. Неожиданно у нас уже 41 случай заболевания. Нужно выяснить, как и почему Зика начала так активно распространяться». Считается, что Зика может вызывать патологию у плода беременных. Как предполагается, лихорадка стала причиной рождения в Бразилии более 1600 детей с микроцефалией, уменьшенной головой. Никто из заболевших в Сингапуре в последнее время не посещал страны Латинской Америки, где в настоящее время распространяется Зика. Это подтвердило, что передача вируса происходила внутри страны.